Открытая студия Период музей преодолел Особенно, конечно, весну и осень Ограничительные меры Ну, я думаю, что мы преодолели С честью этот период Потому что большая часть У нас была на удаленном Режиме и люди готовились У нас же в основном научная работа Проходит, да Мы изыскания делаем, пишем материалы Готовимся к экскурсиям Готовимся к выставкам И экспозициям Поэтому плодотворно В этот период очень много Произошло событий У нас и записи на радио были, и телевидение приезжали То есть мы, в общем-то Были открыты для тех Кому можно было То есть, да, экскурсионная была не богатая деятельность А вот научная и просветительская Научная и просветительская, да Знаю, что весной Глобальный проект был В День Победы Комментировали воздушный парад над Санкт-Петербургом Да Что сейчас из глобального? Я знаю, что новая готовится экспозиция И в открытых источниках пресс-релизе Она называется уникальной Название воздушные винты Воздушные винты, да Эта экспозиция действительно уникальна У нас в фондах Много хранится воздушных винтов Они выставлялись в основном И выставляются точечно В каждом музее есть винты Но приходят люди, спрашивают Историю развития Интерес проявляет к этим винтам И в свете всех этих интересов И то, что у нас в экспозиции В фондах находится много винтов Очень уникальных винтов Мы решили создать экспозицию И назвали ее Воздушные винты Что логично Я так понимаю, что там хронология Развития именно этой части Основного агрегата Да, у нас в экспозиции сейчас Находится 29 винтов У нас небольшое помещение Отведено сейчас под эту экспозицию Туда поместилось 29 винтов У нас, конечно, находится больше Но я думаю, что мы будем расширять В зависимости от интереса к ним И она действительно уникальна У нас и первые винты есть Которые деревянные И металлические винты Которые неуправляемого шага Управляемого шага Ну, я так понимаю, что К некоторым даже пришлось Приложить руку реставраторам Обязательно У нас люди, работающие в основном Прирожденные авиаторы Знающие свое дело И плюс ко всему прочему Еще очень трепетно относятся К своей экспозиции Стараются сами где-то что-то Никого не просить Уже за эти годы научились Быть и реставраторами Я наслышан, да, что коллектив у вас Действительно настоящие профессионалы Летчики, да, инженера Летчики, связисты То есть весь набор, который нужен На борту самолета Ну, знаешь, что у вас у каждого Большого экспоната своя история Я про самолеты А здесь, я так понимаю, что Подготовлен сюрприз в виде Истории каждого винта А как же, обязательно Но это будет маленьким сюрпризом Ну, безусловно, да Для тех, кто придет к нам на экспозицию Потому что рассказывать сейчас Это будет уже неинтересно У нас каждый винт Он имеет свою историю И некоторые винты у нас находятся В единственном количестве Вот, и есть Иностранного производства винты И металлические, и деревянные Разные Помимо очного посещения экспозиции Готовится ли проект Ну, в актуальном для всех музеев Обязательно В онлайн-режиме Я даже вот, не дослушав вам Говорю такие вещи Конечно, у нас виртуальная есть Экспозиция, которая освещает И самолеты, и вертолеты И там тоже будет Ну, мы готовимся У нас много очень событий в музее Произошло за последнее время Много выставок открылось Экспозиции Вот, и это крайнее Которое открывается Мы готовимся существенно к этому Тем более, что сейчас уже доступ Музея открыт И нам хотелось бы, чтобы Больше народу пришло Это действительно интересно Это наша история И это уникальная выставка Потому что таких винтов И в таком количестве Я думаю, ни в одном музее мира нет А может такой вариант быть Что эта экспозиция Ну, если по согласованию Поедет еще в какой-нибудь музей Может быть, такой же профильный Ну, я думаю, что все возможно В жизни этой Поэтому я думаю, что мы будем Заинтересованы в этом тоже Чтобы показать свою экспозицию Опять же, нужно соблюсти ряд формальностей Вы же сами понимаете Любая экспозиция, она застрахована И нужно согласовывание пройти Во многих инстанциях Ну, а вот если вернуться К онлайн-проектам Насколько оперативно удалось Перестроиться коллективу музея На этот формат общения С теми, кто интересуется экспозициями? Ну, я думаю, как раз В связи с отрицательной стороной пандемии Она оказала и положительные воздействия На наш музей Пришлось перестраиваться Тем более, что не хотелось терять аудиторию Вот, и я думаю, что мы с честью справились И перестроились в быстром режиме очень Говоря о том, что 9 мая мы, в общем-то У нас был диалог между Питером и нами А, кстати, материалы Вот, насколько я помню И Алексей Владленович, старший сотрудник музея Обещал, что потом это будет как-то оформлено И доступно широкому пользователю Обязательно будет оформлено И будет доступно Мы ничего не скрываем Нам, наоборот, интересно, чтобы они больше узнали И узнали именно достоверной информации Потому что к нам приходят люди Иногда вопросы задают И начинают спорить А спорят, начитавшись в интернете, разные информации Ну, слухи, сплетни, шаблоны Да-да-да-да И поэтому нам интереснее всего Если это будет от нас идти И именно достоверная информация Понимаете? А, кстати, часто обращаются к вам специалисты Или, может быть, люди, которые интересуются историей развития российской авиации Особенно военной, естественно За какими-то консультациями И насколько просто эту консультацию получить? Консультацию получить можно К нам обращаются люди У нас есть фонды, которые имеют большой запас информации Она может быть доступна У нас есть прескурант, который определяет возможности каждого Есть же документы, которые Можно доступны В какой-то мере В какой-то, может быть, и не могут быть доступны Но, тем не менее Мы никому не отказываем в помощи К нам обращались даже из зарубежья Вот Из Австралии приезжал мужчина Обращался к нам Мы, в общем-то, удовлетворили все его запросы Он остался доволен Знаю, что многие музеи сейчас фонды свои Особенно фонды по документации Переводят в цифровую базу Эта работа тоже ведется, насколько я понимаю Да, у нас ведется она давно уже У нас очень большая база И перевести в цифровую Это сложно Кропотливый труд Кропотливый труд И тем более, что у нас пополняются экспозиции К нам приносят люди свои экспонаты Какие-то домашние ценности Людей, которые воевали Которые в доме хранились Ушел человек И они хотят оставить память о нем Они приносят И мы выставляем, делаем экспозицию этих вещей Ну, насколько я понимаю Это все вещи и люди, которые связаны с авиацией Обязательно Обязательно Вот И затем эти вещи идут в фонды И когда наступает момент, когда, например, юбилей Какое-то к этому моменту приурочение делается праздником Мы выставляем эту экспозицию вновь То есть у нас пока залы готовятся Некоторые залы еще не подготовлены Потому что у нас музей развивается Вот И мы восстанавливаемся потихонечку И я надеюсь, что Если нам помогут И власти и свыше Власти и свыше, да То мы же являемся музеем Министерства обороны И вы сами понимаете Это все очень сложно Хотелось бы, конечно, большей помощи Ну и помощь нам нужна, конечно, в посещении Чем больше будут посещать музей Тем более значим он будет Ну, благо сейчас все-таки ограничительные меры поэтапно снимают Очень хорошо И будем надеяться, что текущий год будет не таким сложным Каким он был Вы знаете, настолько неожиданно были эти новогодние праздники Народ прямовал, он валил в наш музей Видимо, люди соскучились уже по культуре, по общению По месту, куда можно выйти Опять же, по интересному месту По интересному месту У нас музей действительно очень интересный, уникальный Он, можно сказать, даже единственный в мире По своей уникальности Тем более, что у нас самолеты отечественного производства С самого зарождения и до последнего дня, можно сказать Ну да, и у каждого своя история, у каждого борта Насколько я понимаю Да, и в дни открытых дверей мы можем Вернее, мы делаем так, чтобы люди могли посетить какие-то экспонаты То есть у нас открываются многие экспонаты Люди приходят и смотрят Им интересно и посидеть в кабине пилота И послушать историю этого самолета Внутри самолета, то есть экскурсии проводятся То есть мы стараемся заинтересовать людей К сожалению, не все возможно, но некоторые самолеты требуют реставрации И чтобы в них попасть, нужно привести их в соответственный вид Ну, безусловно, знаю, что очень частые гости у вас Это будущие пилоты Насколько вот им интересно посещение подобного музея И может быть, есть какая-нибудь определенная экскурсионная программа для них? Обязательно У нас для каждой категории посетителей есть своя программа И для будущих пилотов у нас тоже есть программа В которой они приходят и знакомятся У нас первоначальные летные подготовки Есть школа в нашем Монина Имени Покрышкина, вы знаете И они очень часто нас посещают У них даже интерес вызвала профессия экскурсовода Они просили нас, в общем-то, обучить их этой профессии У нас был год, когда они занимались у нас И получили эту профессию с интересом Хорошо, ну вот на этой интригующей ноте Мы и закончим нашу беседу С заведующей экскурсионного бюро Центрального музея военно-воздушных сил Который находится в подмосковном Монина Наталья Иванова была сегодня в открытой студии Радио 1 Наталья Васильевна, спасибо большое Пожалуйста Открытая студия